Американское общество магических негров — подпольная организация, цель которой — устранение белого дискомфорта. Название нуждается в обновлении, возможно, как «Магические черные» или это как-то звучит не так. Коби Леби — это история происхождения американского общества магических негров. Как культура мы вполне способны рассказывать истории о явном расизме. Истории рабства, юридической дискриминации, ведь они наглядны, но общие микроагрессии сложно обнаружить. Таким образом, факт его наличия является доказательством того, что вы его заслужили. Как бы то ни было. Одна из вещей, которые я хочу сделать этой историей — это попытка сделать это почти неощутимое, невидимое качество расизма ощутимым и видимым. Вы будете использовать измеритель белых слез, чтобы знать, когда их страдания вернутся к приемлемому уровню белого человека. Вдохновение для этой истории начинается с тропа магического негра. Это черный персонаж, у которой нет собственной внутренней жизни. Они есть только для поддержки белого героя и всегда немного волновали меня. Первоначальное вдохновение для фильма — ответить на этот троп. Быть волшебным негром — больше, чем магия. Пока беспокоены белые, мы здесь. Роджер, вдохновленный моим отцом, который хотел научить меня выживать в Америке. Ведь и того полицейского. Может быть, следующим, кто застрелит чернокожего мужчину. Классический пример — разговор с полицейским. Отец очень рано сказал мне, как говорить с полицейскими, чтобы выжить. Американская община волшебных негров гиперболизирует эту философию. А если быть хорошим в утешении белых — это суперсила? Можем мы войти. Это хорошо. В принципе, да. Размышляя о белых, понимаю стыд от обвинений в расизме. О, нет-нет-нет-нет. Мне это хотелось бы сказать. Я лишь пытался выразить свои чувства. Полагаю, стоит нормализовать эти чувства. Ведь расизм повсеместен, и это не преступление, но маскировка. Верно? Ты неплохой. Вовсе нет. Совершенно верно. Да. Смех призывает взглянуть на сломанное, не уходя. Это одно из назначений юмора. Какое животное самое опасное на планете? Акулы. Белые люди. Сложнее всего в кино быть максимально честным с собой. Донести, что я чувствую, постоянно уступая белым, стыдно. Смотреть, как ты проходишь через комнату, полную белых, самое больное. Юмор позволяет произносить это вслух. И может быть, если и другие чернокожие встречались с таким, это подтолкнет их рассмотреть этот момент в себе и даже посмеяться. Ты помнишь парня, который проехал мимо? Перекрываешь его микрофон. Мне это очень неприятно. Это история о трудностях заступника перед собой, которые строки выучить. Я полагаю, довольно универсальный сюжет.